Пожалуйста, коллеги, цель моего сообщения продемонстрировать конструктивность моделирования для обоснования смыслов и тенденций успешного развития страны. Именно в смыслах и тенденциях суть стратегии в широком смысле слова. А также показать, как этот инструментарий может использоваться с обратной целью применительно к России. Я имею в виду разработки американских моделировых центров типа РН Корпорейшн, Рукинский институт войны и мира с одной стороны, а с другой стороны я имею те выводы, которые логично вытекают из предыдущих докладов по результату происходящего в России. Так как тема и задачи моего сообщения обозначены, я выступлю прежде всего с уточнением содержания тех слов, которыми будут пользоваться. Я надеюсь, что аудитория прочтет, а нижние моменты я поясню особенно. Учитывая, что здесь преимущественно представители общественных наук, которые, некоторые из них глубоко верят, что вопросы строго не моделируются, не исследуются, я хотел бы обратить внимание. И действительно, в общественных наук есть определенные отличия. Например, тоже понятие факт. Есть мнение, что это факт, а есть другое мнение, что это совсем не факт. Кроме того, в социальных и общественных наук широко используются нечеткие понятия и переменные. Далее, я полагаю, что наиболее подходящим показателем удачи-невудачи является риск, который предполагает учет и возможности наступления каких-то нежелательных событий, и связанный с ними негативный эффект. Так вот, учитывая достижения последних лет, я имею в виду теорию нечетких множеств Латфи-Заде, в настоящее время уже имеются подходы к более-менее строгому определению нечетких понятий и величин. Вот верхний кадр демонстрирует высказывание молодой человек, в смысле мужчина. Отношение различного возраста к этому высказыванию демонстрируется степенью совместимости. Мы видим, что до 14 лет вряд ли, после 14 до 25 лет уж точно молодой, дальше молодость уходит. А второе, график показывает, как задаются нечеткие величины. Эти высказывания задаются опять же таким образом, есть некое значение модальное, которое строго соответствует понятию. А далее это высказывание, значит, меняется в обе стороны, значит, плавно с определенной. Так вот, такая идея в последующем может быть использоваться при моделировании социальных процессов применительно к оценке тех параметров риска, которые здесь обозначены. Как я уже упоминал, риск характеризует одновременно показатели и указывающие на возможность появления каких-то нежелательных эффектов, и на связанные с этим результаты величины ущерба и время до проявления этого эффекта. Поэтому в последующем мы будем апеллировать вот такими высказываниями, в каждой такой строке могут быть приведены в соответствие более строгие значения физических величин, о чем я потом. Следующий момент моего сообщения будет касаться пояснения, а есть ли проблема. И в этой связи, следуя известным теоремам о неполноте Курта Гёдера, я хотел бы показать, что происходит вокруг России и почему нам нужно бороться за нее. Первый вопрос. Это ресурсно-демографический вызов всего человечества. Он обусловлен взрывным приростом численности населения и таким же спадом запасов невозобновляемых природных ресурсов. Россия в этом смысле уникальна. У нас, наоборот, много ресурсов, но мало населения. Второй момент касается того, что именно из этих ресурсов самыми уязвимыми являются углеводородные ископаемые ресурсы. Именно все, что будет греть сейчас, это нефть, уголь, газ. Так вот, мы прошли пик добычи. Далее мы видим, что есть распределение запасов. Россия далеко не на первом месте, хотя сейчас вышла на первое место по добыче и распродаже. Это в стране с самым холодным климатом. Далее можно понаблюдать интерес к установлению свобод, демократии в тех странах, которые имеют такие запасы. Как видно на очереди Венесуэла и Иран, там можно устанавливать. Наконец, видно, что есть определенная кладезь ресурсов на морском шельфе. И именно это указывает, что впереди у нас складка за морской шельф арктический, потому что большая часть его вроде бы принадлежит России. Второй важный момент, который заставляет нас бороться за Россию, это те глобальные изменения с климатом. Здесь демонстрируется рост глобальной средней температуры. Дальше прогноз. Чем чернее, тем выше будет. Далее показаны изменения площади морских львов. И показаны те изменения, которые могут быть вызваны потеплением в части приостановки течения Гольфстрима. А это значит, что все остальные пострадают. А Россия, как страна с холодным климатом, лишь выиграет. Вот почему за Россию надо бороться, и не только объясняя мир, а преобразуя его. Я думаю, философы подскажут задачи, которые ставил для них Карл Маркс. А сейчас второй момент уже, собственно, к моделированию. Но прежде я хотел бы уточнить те показатели, которыми мы будем пользоваться. И уточнить объект. Значит, под моделью исследования страну мы должны подразумевать как систему, я ее назвал, этно-гео, это система, которая включает население, территорию с ресурсом и уклад жизни. Важную роль, которая предстоит институциальным механизмом. Государство – это действительно механизм, созданный нацией для повышения жизнестойкости. Но важное место в этом играют и неинституционные механизмы, то есть обычаи, традиции, верования, святыни, то есть то, что принято называть укладом общественной и духовной жизни. Что касается показателей, то я бы полагал, что, наверное, нужно уходить от того обилия частных показателей, за которыми не видно леса иногда. Это оценивать, значит, устойчивость России по жизненной силе нации, имея в виду объем национального времени, определяемый перенажением численности и продолжительности жизни. Объем национального достояния, особенно обращаю внимание, тот, который произведен продукцией, тот, который сохранился в ресурсах. Это потенциал развития нации, как произведение качества жизни, определяемое уровнем удовлетворения духовных потребностей, материальных, духовных и векторов их изменений. И, наконец, те ресурсы, которые вынуждена платить каждая нация за самосохранение. А сейчас конкретно пример первой модели, как могут использоваться эти показатели. Из всех показателей я ограничусь только некоторыми, которые характеризуют потенциал развития нации, вектор его изменения, вектор изменения необходимого и свободного социального времени. Кстати, я хотел заметить, что есть универсальный показатель, с которым можно измерять все показатели. Его называют социальное время. Социальное время является основным ресурсом нации. Социальное время делится на необходимое для борьбы с последствиями просто энтерапии и свободное, та часть, которая остается в национальном времени и должна использоваться для самосовершенствования развития науки, образования и все остальное. Так вот, рост объема национального производства и, значит, коэффициент эффективного использования и полезного действия вот этого использования. Здесь показаны эти коэффициенты, здесь показаны, для примера, несколько стратегий, их 8. Первая стратегия дает положительное положение, положительные тенденции. Остальные, значит, показывают, есть какие-то, значит, неясности. Вот тут есть, имеет место тенденция к застою. И самая последняя стратегия, я гарантирую, что такая стратегия существует, она разработана не у нас, но она осуществляется нашими руками, руками наших правителей. И действительно, все плохо. Вот я хотел подчеркнуть, и действительно, это грозит теми последствиями, которые вот здесь названы как социальный взрыв. Сейчас вторая модель, которая уже касается более строгого прогнозирования риска и обоснования предложений по его снижению. Речь идет о применении технологий, хорошо зарекомендовавших себя в естественных науках. Они связаны с моделированием конкретного процесса. В нашем случае это будет чрезвычайная ситуация, которая способна подорвать темпы развития нации. Если хотите, революционная ситуация, она воспроизводится совокупностью предпосылок с их логическими связями и воспроизводит последствия, которые могут привести. Модель, значит, включает само модулируемое явление предпосылки, последствия дальше указывают логику построения справа налево, дедуктивно-оксиматический, пробированный справа. Это индуктивно-экспертный метод. Что важно, такая модель иллюстрирует процесс, как прохождение сигнала от каких-то исходных предпосылок к модулируемому явлению и к него к исходу. Далее, что важно, такие модели могут учитывать десятки факторов. Я полагаю, что такие модели разработаны. Вам, наверное, известна книга Дина Шарпа «От диктатуры демократии», где приведено 198 методов ненасильственного убеждения и свержения власти. Так вот, такие модели могут учитывать их. Более того, они пригодны для дальнейших преобразований в сторону строгих математических эквивалентов. Вот в терминах алгебры событий показано, что это модулируемое явление, есть конъюнция этих, в свою очередь раскрывая каждое, можно представить. Далее, есть хорошая отработанная технология, которая позволяет преобразовать такие выражения в расчетные вероятности на члены и оценивать ожидаемый средний ущерб. Далее, вот, коль такие модели представляют возникновение развития как прохождение процесса, тогда возможны решения, направленные на снижение вероятности модулируемого явления и ожидаемого ущерба. Такие решения как раз и здесь уподоблены, как барьеры на пути к отдельным предпосылкам и перерастанию причинной цепи, либо здесь барьеры по переспределению неблагоприятных сценариев, пользу условных вероятностей, пользу благоприятных и снижение ожидаемого ущерба. А сейчас конкретная модель, иллюстративная, подчеркиваю, модель, которая вот той самой чрезвычайной ситуации. Она обозначена в центре, если хотите, это революционная ситуация. Она построена по принципу, который еще товарищ Ленин указал, в ситуации, когда низы не хотят, а верхи не могут. Вот революционная ситуация. Далее здесь показаны, какие низы здесь захватываются, как широкие массы, так и те, от которых зависят. Далее показаны конкретные решения. Обратите внимание, все это имеет место в нас. Казалось бы, под благовидными предлогами борьбы с собстабакокурением, наведение порядка на дорогах и прочее. Но все это усиливает недовольство масс и, в конце концов, приведет их до критической массы. Справа, что особенно важно, показано, почему же могут или не смогут верхи. И, действительно, вот, если они сильны, чувствуют, как было здесь сказано в предыдущих сообщениях, то они не особо беспокоятся, они поддерживают единство между собой и с крупными олигархами. Посмотрите, та же самая плоская шкала. И в нужный момент они заготовили огнемет и все остальное. И, действительно, такие модели пригодны для системного анализа. Такой системный анализ позволяет выявить из всех предпосылок те минимальные сочетания, которые достаточно необходимы для возникновения либо пресечения критической моделируемой ситуации. И, наконец, ранжировать эти предпосылки по степени значимости. Вот здесь можно показать, что вот предпосылки вот эти наиболее значимы. И, действительно, власть пока может быть спокойна, тем более, что наш народ велико терпим и, значит, не очень сильно бунтует. А сейчас я продемонстрирую возможности количественного анализа этих моделей. Если эти модели серьезны, то такой анализ невозможен без привлечения соответствующих вычислительных процедур. Одна из них показана. Как вы видите, здесь модель та же, что есть. В верхней части она разработана различными возможными сочетаниями из семи исходов, которые допустимы в социальных процессах. Такая модель, количественный просчет, позволяет оценить не только меру возможности моделируемых событий. Как видите, она здесь 0,45. Но что самое важно? Оценить влияние на возникновение различных факторов. Это влияние здесь показано в виде диаграммы, высота столбцов показывает меру такого влияния, вклад положительный либо отрицательный, и направление. Вот здесь приведены исходные данные, которые заданы вот в тех показателях риска, мера возможности, о которых я ранее говорил. Что далее? Эти же модели позволяют оценивать и ожидаемый ущерб. Здесь видно, что мы уже рассчитываем, ожидаемый ущерб, здесь используются другие. Вот его оценка. Ущерб оценивается в миллионах человека годов утраченного времени. Чем интересна единица человека год, потому что она имеет эквивалент стоимостной. В самом деле стоимость человека дня, человека года нетрудно рассчитать, поделив стоимость валового продукта на затраченное время с некоторыми вычитами. И здесь же опять показаны вот те влияния, те уклады, на которые нужно работать. Именно по этим направлениям и должна вестись работа по снижению риска. И в завершении я продемонстрирую те выводы, которые вытекают, как мне показалось логично, из изложенного материала. Они касаются достоинств моделей. И, значит, стало быть, этот подход должен развиваться, всячески поддерживаться. Даже простейшая модель предлагает, значит, вот такие выводы, которые, значит, связаны с тем, на какие моменты, на какие предпосылки нужно воздействовать. И все это позволяет, что важно, ставить и решать оптимизационные задачи. Ресурсов, как всегда, недостаточно. Поэтому словесная постановка такой задачи может выглядеть такой. Из возможных мероприятий по снижению риска подрыва усталости выбрать такой комплекс, внедрение которого обеспечит максимально возможное снижение ущерба, а требуемые для этого затраты не превысят выделенность. Далее приедены соотношения, которые позволяют, и результаты решения. Естественно, что альтернатив, как комбинация различных мероприятий, может быть бесконечное множество, поэтому такие задачи подсильны лишь методам математического программирования, в частности, методам динамического программирования. Таким образом, я хотел подчеркнуть, что есть необходимость, есть возможность, и мы должны использовать все это. Я боюсь, что мое сообщение может быть использовано, как мы занимаемся моделированием революционных ситуаций. Нет, я убежден, что такие модели существуют там, и более того, имея такие модели, мы убеждены, что можно назначать ответственных за этот, 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 и тем самым подозревать. Спасибо.